Logitech, Trussmaster, Kumis, Figumis, все эти рули я рассматривал к покупке, когда выбирал свой первый руль, и мой взор упал на Mozu R5. С того момента я использую его каждый день на протяжении более чем полугода, и мне есть много чего тебе о нем рассказать. Все его плюсы, минусы, все те вещи, которые позволят тебе не сделать ошибку при выборе. А прежде чем мы начнем, у меня два нерекламных объявления. Первый, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там различные новости, инфоповоды, обзоры и всякие вот эти вещи, которые мы любим. Также различные материалы для помощи начинающим симрейсерам, и не только, будут выкладываться именно там. Ну а второе, чтобы канал остался на полу и видео выходили чаще, подписывайтесь на мой бусти. Пока я не планирую выкладывать куда-то эксклюзивный контент, весь контент будет выкладываться сюда и в телеграм-канал, но отдельный респект, возможно, в будущем вы получите. А мы начинаем. Начнем с внешнего вида. Внешний вид здесь лаконичный, простой, она огромная, тяжеленная база, это по сути обычный электродвигатель. И внешний вид обусловлен тем, что она, во-первых, самая дешевая, это самая базовая база у МОЗы, но не смотрите на то, что она имеет всего 5,5 ньютонов и другие там 9, 12, 21. Это очень-очень мощно, потому что проходит час времени, и ты просто офигеваешь с того, как тяжело будет рукам крутить этот сраный руль. Для новичков такая мощность вполне себе нормальная мощность. Потом, когда подкачаешься, когда привыкнешь, как сказать, к аппарату, вот, может им мощную стоит, более мощную рассматривать, но мне комфортно даже на 70-50%, потому что после часа езды у меня руки просто отваливаются. Если в ралли, то и после 15 минут езды у меня руки могут отваливаться. Перейдем к рулю. Руль вот так вот выглядит. У нас есть тут кожа. Про кожу, конечно же, могут кто угодно говорить. Вот у Logitech кожа не лезет, у всех рулей лезет кожа. Это я вам 100% говорю. Но Moza сделала как лучше. Она решила эту проблему быстросъемным рулем. То есть этот руль просто 6 болтов выкручиваете, покупаете новый кожаный руль за 79 долларов и ставите его вместо раздолбанного через пару лет вот этого всего кожаного добра. Но различные ребята с Алиэкспресса уже выпустили не просто другой руль, который можно взять дешевле. Они выпустили специальные рули в форме штурвала, чтобы вы просто не покупали вот такой штурвал, а вот купили один и сделали из него другой штурвал, другой руль. Можете сделать больший диаметром руль для сельскохозяйственных симуляторов и так далее, для дальнобойщиков. Всего чего вам вообще угодно. Это очень круто, потому что это самый базовый руль. И он имеет возможность кастомизации. Это круто. С педалями все просто. Педали очень классные, сделаны из толстенного металла. Нигде ничего не люфтит, не скрипит, не выгинается. А педали у нас может быть два варианта. Первый с осцеплением, второй без осцепления. У меня вариант без осцепления. Первые две педали не имеют какой-то мертвой зоны. То есть как только ты нажимаешь, она сразу реагирует на нажатие. Мертвую зону, тип нажатия педали, то есть экспонентный, линейный и так далее, все это легко настраивают в стандартном приложении. Но педаль тормоза ты можешь усилить отдельным банком. То есть чем сильнее у тебя будет пружина на этой педали, тем тяжелее ты будешь ее нажимать. Зачем это? Новичку незачем. Потому что чем быстрее ты нажимаешь полный выжим педали, тем быстрее будет тормозить машина. В принципе логично. По сцеплению я ничего сказать не могу. Единственное, если нужно мне сцеплением пользоваться, я пользуюсь вот на этом штурвале. Нажимаю кнопочку снизу, она понимает силу, лепесток снизу, силу нажатия. И подпишись на этот канал, чтобы не пропустить видео про этот штурвал. Потому что там есть много чего мне рассказать, много того, что я сам не знал. Будет интересно. Теперь давай перейдем к эргономике. Эргономика у нас вся, конечно же, на руле. Для начала послушай этот звук. Не каждый спорткар обладает такими лепестками, которые так офигенно звучат, офигенную тактильность имеют. Здесь с лепестками все очень классно. С остальным не все так однозначно. Про кожу я тебе сказал. Про... давай заметишь ты, наверное, что вот здесь вот кнопки есть, да? Как на джойстике. Потому что рули реально совместимы с приставками. Вот. Ты на компьютере, конечно же, можешь их поменять. Как их назначить? Ты можешь изменить назначение этих кнопок. Но они, конечно же, сжирают так необходимое нам место. Возможно, для других кнопок имеют несуразный вид. Такой, знаете, вот игровой рули. Мне больше симулятор нравится как симулятор, а не как игра, да? Сами понимаете, наверное, о чем я. Остальные кнопки расположены тоже в целом там, где надо. Кнопка нейтрали, кнопка счета, кнопка бокс, кнопка пит и так далее. Единственное, что кнопка радио, кнопка старта, они довольно агроменные. Прям можно было поменьше сделать. Понимаю, что они должны быть большие, но можно было сделать и поменьше. Что мне не хватает? Это, конечно же, здесь вот не хватает пару крутилок. Пару крутилок для АБСа, для трекшена и так далее. Потому что иногда требуется что-то быстро сделать. И это быстро сделать не получится, если у тебя нет какой-то крутилки. Да, симрейсеры делают, обычно ставят рядом клавиатуру, на нее делают какой-то скрипт и быстро на ней меняют. Так же ты можешь сделать, но, конечно же, я бы хотел здесь увидеть какие-то крутилки, которые можно как-то назначить. Если посмотреть назад, то ты увидишь вот такой вот хренотень. Зачем она нужна? А все просто. Моза очень классно продумала этот момент. Вот у тебя вот здесь на базе есть такая стрелочка. Ставишь эту стрелочку направо, чтобы она смотрела. Вот как сейчас, да? Смотрит она направо. Все. Берешь руль, вот лицом к себе. И просто бам, бам, все. У тебя он подключился. Вот сниму, так же быстро снимается. Ничего не нужно перезагружать, ничего не нужно перезапускать. Можешь прямо в других играх менять, переходить сразу в другие игры, в самих играх менять, что угодно. Делаешь и все сразу работает. Кнопки меняются, переназначаются и так далее. Стандартное приложение очень продумано это сделал. Каждый руль обновляется отдельно. Каждая база обновляется отдельно. И вот это вот крепление для руля, оно универсальное. Так же, как и педали ты можешь поменять. Педали, так же и руль ты можешь поменять. Ты же и базу можешь поменять. Все это между собой коннектится и это офигенно. И МОЗИ, вот МОЗИ отдельный респект за это. Потому что ты можешь купить огромное количество рулей, штурвалы, другие базы иметь. Или у друзья у тебя будут. И можешь всем этим меняться прям на ходу. И тебе не нужно покупать разные оборудования. Для одного руля одну базу, для других педаль другую базу. Все это отлично коннектится между собой. Все это отдельно обновляется. В приложении все это офигенно работает. Респект. Так же хочется сказать отдельно по приложению. Приложение это отдельный респект МОЗИ. Потому что оно еще недавно обновилось. И туда добавили различные профили для различных игр. Это такие гейм-центры вроде как называется. Стартовое окно приложения нас встречает то, что у тебя подключено. То, что сейчас работает. В каком оно состоянии. Даже показывает угол поворота руля. Также у нас можно здесь усилия поменять. На втором экране у нас можно поменять настройки базы. То, как она у тебя усиляет. Реагирует на различные поребрики. Различные препятствия. Различные ямки и так далее. На следующем экране у тебя отдельно настраивается руль. Под каждый руль отдельные настройки. Отдельные возможности. На следующем экране у тебя настраиваются отдельно педали. Каждую педаль можно настроить. Мертвые зоны. Различные эффекты от нажатия. То есть ее можно сделать нелинейной. Можно наоборот более плавно сделать. И так далее. Ты не поверишь. Следующие экраны также управляют другими настройками. Экранами, которые вот здесь можно поставить. Шифтеры, АКПП, различные ручники и так далее. Все это настраивается. Вообще все настройки, все что нужно есть в Moza Pit House. Круто! Да это ж круто! А теперь, зная детальную картину, кратко подведем общие плюсы и минусы. Первый плюс, конечно же, это цена. За 500 долларов ты получаешь руль, базу и педали, а еще сцепление. Раньше такого не было. Второй плюс это не привязка к бренду и вариативность. Если ты купил банду, ты можешь поменять руль на штурвал. Здесь этот руль допилить. Можешь сцепление поставить, можешь убрать, можешь усилия на педалях поменять. А программным обеспечением ты еще можешь это либо тонко настроить, либо сделать так, чтобы база подходила больше для картинга, или, например, для Формулы 1, или для симрейсинга в стиле GT. Что угодно. А также, если ты купишь отдельную приставку для синхронизации других рулей, штурвалов и педалей, ты можешь подключать к ней и шифтеры, и рули, и педали, все что угодно уже других брендов. Что это вообще, это очень круто. Ну и третий плюс, это, конечно же, программное обеспечение. Программное обеспечение самое удобное, с которого я юзал. Оно понятное, оно логичное, оно лаконичное. Там еще даже подписи есть под каждую, блин, настройку. Это очень круто. Я не знаю, как у Моза с первого раза так получилось, но получилось офигенно. А теперь к минусам. Первый минус. Вес и размеры. Все это нужно где-то хранить. Если у тебя, как у меня, нет отдельного места с кокпитом, это все нужно ставить на стол, снимать и где-то хранить. Огромные педали, огромная база, огромное количество рулей, иногда или просто руль с базой занимают место. И не для всех это будет комфортно. Второе относится к симрейсингу в целом. Симрейсинг это то занятие, с которым очень легко стать миллионером, если изначально ты миллиардер. И для кого-то цена в 50 тысяч рублей может показаться очень небольшой, но для кого-то это двухмесячная или трехмесячная зарплата. А добью я тебя, конечно, тем, что в симрейсинге вообще все очень дорого, и МОЗа является одним из самых дешевых устройств для симрейсинга. Ну и третий, он немного спорный минус, потому что вам может показаться, что программное обеспечение клевое. Все очень сбалансировано и продуманное. Огромное количество настроек, но все это время. Чтобы в этом разобраться, чтобы это все правильно настроить, нужно огромное количество времени. Не у всех оно есть и не всем хватает сил разобраться со всеми аспектами, чтобы это работало как надо. Чтобы ваша машина, на которой вы рейсите в симуляторах, ехала так, как вы этого хотите. Да, МОЗа постаралась сделать так, чтобы покупая руль, ты имел уже какие-то предустановленные настройки и ты просто уже ехал. А потом уже с опытом ты уже подгонял под себя подказатели. Но тебе нужно учиться и разбираться в этих настройках. А вот теперь, кстати, вишенка на торте. Четвертый плюс. Четвертый плюс заключается в том, что симрейсинг очень становится популярным не только во всем мире, но и в СНГ. И ты, если купишь МОЗу, ее очень просто очень легко продать. Нереальное количество покупателей готовы у тебя с руками отобрать. Причем я выкладывал руль, когда я не хотел его юзать. Я сразу купил почти штурвал. Я его выставил на Авито. И у меня... Мне писали... Дороже, кстати, чем даже в ДНС. Иногда на Озоне плюс-минус такая же цена. Мне писали каждый божий день. Просто не по несколько раз, а десятками раз. Просто люди готовы были его забрать. Я не знаю, почему такой спрос на, блин, базовые рули, на базовые рули. Но люди покупают просто с радостью. Поэтому, если ты купишь, тебе не залетит. Пошел из моего дома. К сожалению, не залетит. Я надеюсь, все-таки залетит. И ты решишь продать его, у тебя отберут с руками его. И ты в этом не сильно уж потеряешь денег. Я тут примерно посчитал, что если купить МОЗу, поиграть в ней и продать, получится то же самое. Плюс-минус, сколько взять в аренду где-нибудь. Симрейсерское кресло уже с оборудованием, уже все настроено. Но ты тут плюс-минус есть возможность сэкономить, если это тебе все понравится, и оставить себе. А там уже ты деньги отдашь кому-нибудь, дяде, в аренду. И все разойдется. Ребятам, которые все-таки решили купить МОЗу, я могу посоветовать купить руль с рук где-нибудь на Авито. Потому что вы сэкономите свои деньги, и либо это позволит вам купить уже шифтер или ручник, и потом уже забыть о том, что на долгие-надолгие месяцы, что вам нужно модифицировать оборудование. Либо позволит потом, если вам не понравится, все это продать, при этом не потерять денег. Спасибо, мой друг, что посмотрел это видео. Если у тебя остались какие-то вопросы, оставляй их в комментарии. Я на все вопросы стараюсь отвечать. Ставь лайк, подписывайся на этот канал. С тобой был Провальный. Пока.